Маленькими шагами в большое будущее идут юные робототехники. В Наринмаре на днях впервые состоялись соревнования по робо-сумо. В основе традиционные японские единоборства, где противники пытаются вытеснить друг друга за пределы ринга. Подробнее в следующем сюжете. Роботы-сумоисты работают полностью автономно. Борьба идет на очерченном ринге. Задача умной машины, во-первых, найти противника, во-вторых, вытолкнуть его за пределы круга. Техническая разработка Алексея Куделина в этом раунде оказалась лучше. Преимущество моего робота, потому что вот эти детали, они как бы лежат на полу, и робот противника заезжает на них, и можно спокойно его вынести из-за поля. Ну вот я решила так вот сделать, и вот это хорошая стратегия была. Кроме того, что роботу полагается быть достаточно мощным и динамичным, он не должен отходить от соревновательных стандартов. Все машины собраны из блоков Лего, габариты не превышают 25 сантиметров, вес не более килограмма. Как и в спортивных единоборствах, соперники проходят контрольное взвешивание. Несмотря на простоту правил создания механических сумоистов, задача не из легких. Но ребята из кружков робототехники, а в сегодняшних соревнованиях участвуют сразу три таких объединения, справляются с этим на отлично. Можно было два вида робота сделать из гусениц, чтобы гусеницы у него были, крутились, и из колес. Я выбрал из колес. Я делал не один, а со своей командой. Есть два датчика. Светом, когда он заезжает на черную линию, он отъезжает назад. И датчик, который крутится и видит соперника, и едет на него. Илья занимается разработкой технических систем в поселке Красное. Начинающих инженеров из этого кружка хорошо знают в конструкторском бюро Нарьинмара. Организаторы мероприятия отмечают, что вне зависимости от результатов, ребята очень серьезно подходят к делу. Вот и сегодня команда, что называется на ходу, программирует одного из роботов. Умение работать со схемами и чертежами – одно из направлений робототехники. Детей, которые могут и любят конструировать, их не меньше, чем поют и танцуют. А у нас соревнующихся детей среди поющих и танцующих десятки, сотни. Не менее должно быть и среди детей-конструкторов. До этого мы проводили соревнования более легкие – езда по линии, выталкивание баночек. И вот теперь уже роботы начинают друг с другом соревноваться. То есть соревнования мы планируем все более зрелищные проводить. Интересных моментов хватает и сегодня. Участники подбадривают своих роботов, которые то вальсируют по кругу, не желая сдавать позиции, то буквально выносят противника за пределы ринга. Я в силу робота так-то ровняю. Надеешься на победу? Ну, думаю, да. Соревнования проходят по олимпийской системе, на выбывание. Лучшим стал робот Михаила Сметанина. О главном качестве своего электронного друга Миша говорит, не задумываясь. Скорость. У него есть определенная скорость, и он по этой скорости действует. И с помощью датчика света он останавливается на линии, а с помощью инфракрасного датчика видит соперника. За основу этого робота мы брали и другие роботы из других соревнований. Впереди у ребят более серьезные турниры. Следовательно, лего-машины станут еще умнее. А через неделю юных техников ждут очередные мини-соревнования по пилотированию квадрокоптеров. Екатерина Ворончихина, Сергей Качегов, Телеканал Север.